Это фракция кислорода, то есть через трубочки наши к пациенту идет 100% кислородно-воздушная смесь. Из них 70% кислорода, 30% воздуха. Заведующий реанимацией в РКБ объясняет принцип действия аппарата ИВЛ. Он рассказал, что сейчас в очередную волну ковида реанимационное отделение пришлось укрупнять. К сожалению, реанимационные койки не то, что заполнены, они переполнены. У нас официально 20 реанимационных мест в нашей больнице, а на данный момент у нас в реанимации 24 пациента. Усложнение стандартное, как и у всех, то есть это сосудистые тромбозы, как правило, это самая основная бич. Отдыхать, естественно, недостаточность. Почему они в реанимацию попадают? Среди тех, кто сейчас лежит на этих койках, привитых нет. Любовь Осташкина провела в реанимации 9 дней. Этот печальный жизненный опыт привел к однозначным выводам. А вы прививали? Нет, нет. Это мое. Вы, что ты у вас? В личности. Как известно, в ВРКБ проводятся экстренные операции тем, кто болен ковидом. Порой врачам приходится проводить в защитном облачении у операционного стола довольно длительное время. Самая длительная операция – это резекция кишки по поводу мезонтериального тромбоза. Она длилась порядка трех часов. Такое тоже случается. Есть определенные сложности. Но поскольку мы уже полтора года работаем, наверное, как-то тут привыкли. Все работающие в красной зоне ВРКБ врачи привиты, по их мнению. Те, кто выступает против вакцинации, просто не осознают всей опасности коронавирусной инфекции. Пока, во-первых, проблемы не коснется каждого личного человека, это все где-то очень далеко. Как правило, семьи, в которых кто-то заболел, либо, не дай бог, кто-то умер от коронавируса, они гораздо более охотно вакцинируются, потому что более сильно беспокоятся о своем здоровье. Такого же мнения придерживаются и пациенты. Анастасия Мацук провела в больнице больше месяца, 25 дней под кислородом. Мои шансы выжить были самые маленькие. Ну, расскажите, ну, все-таки привиты были, нет? Нет, не успела. Хотела, но, к сожалению, из-за работы не дошла. Ну, а какое ваше решение через полгода после выпуска будет? Будете прививаться? Конечно, обязательно. И буду надеяться, что больше сюда не попаду. А пока часть россиян продолжает ломать голову над дилеммой прививаться или нет, к приемному покою в РКБ продолжают подъезжать все новые и новые кареты скорой помощи. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.